Лето подходит к концу и в город возвращаются отпускники, съезжаются студенты и дачники. Нагрузка на основной магистрали города уже начала возрастать. В мэрии почитали, что с осени автопоток увеличится в среднем на 10%. Мы будем оценивать ситуацию ежедневно, вплоть до 10 сентября, чтобы подвести какую-то черту. При необходимости оперативной корректировки в работу светофорных объектов, либо в регулирование дорожного движения при помощи сотрудников ГИБДД, будем оперативно эти вопросы решать. Чтобы снизить остроту проблемы, в городе уже ограничили движение грузового транспорта в час пик Почелюскинцев и Калинина. Вели запрет на парковки на улицах Северо-Западной и Нового рынка. А сейчас устанавливают 8 новых комплексов видеофиксации нарушений. На 20 светофорах уже изменили циклы регулирования. Где-то время сигнала увеличили, а где-то укоротили. На 4 для разведения потоков ввели доп. секции. А для пассажиров запустили спецтариф на электротранспорт. Он позволяет пересаживаться в районе путепровода без повторной оплаты проезда. Контрольные замеры показали, что время пребывания пассажиров общественного транспорта в пути в разы сократилось. Анализ был произведен по автобусному маршруту номер 20, так как он как раз у нас попадает на наиболее загруженные участки Павловского тракта, проспекта Строителей, проспекта Ленина. Время в пути составляло 84 минуты. На текущий момент составляет 73 минуты. Власти признают, что на личном транспорте барнаульцам добираться стало дольше. Но ситуация далека от критичной. Добавляют в мэрии и подчеркивают. В первые 10 дней сентября повторно проведут мониторинг дорожного движения. И в случае необходимости обязательно примут дополнительные меры. Мария Мацаева, День с толком.